ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Как и ожидалось в марте продажи новых автомобилей в России из-за их резкого подорожания сократились По данным агентства Автостад машин было реализовано в среднем почти наполовину меньше чем годом ранее Есть марки, спрос на которые рухнул на 60 и более процентов Это Volkswagen, Lexus, Cadillac и другие Лидерами рынка традиционно оказались Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota Кое-кто, однако, в начале весны сумел увеличить число проданных автомобилей Пальма первенства тут принадлежит X-Seed, рост в два раза ТРАССА 101 Volkswagen, возможно, возобновит производство автомобилей в России в середине лета этого года Заводы немецкого концерна в Калуге и Нижнем Новгороде встали в начале марта Там выпускали, в частности, модели Polo, Tiguan, а также Skoda Octavia, Karuki и Kodiaq Предприятия остались без комплектующих из-за европейских санкций Прорабатывается вопрос их поставок через Турцию и Грузию На российском сайте Volkswagen сейчас нет открытой информации ни об автомобилях в наличии, ни об их стоимости Данные высылаются по запросу ТРАССА 101 Компания Mitsubishi собирается возродить модель Colt Выпускалась она до 2012 года Скорее всего, говорят эксперты, это будет совершенно иной автомобиль, созданный в результате сотрудничества с Renault и Nissan Даже называются конкретные прототипы Renault Clio и Nissan Micro Новинка от Mitsubishi получит как традиционные бензиновые, так и гибридные силовые агрегаты Дата выхода конец 2023 года Тогда же, кстати, должен быть представлен и новый ASX Основой для него станет опять-таки француз Renault Captur ТРАССА 101 Renault тестирует модернизированный Arcano для России Эксперты гадают, это будет обновленное кросс-купе или все-таки следующее поколение Ответ на этот вопрос появится ближе к концу этого года Внешность машины изменится, в частности, за счет заднего стекла иной формы, других линий крыши и задних фонарей Внутри установят вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы Не обойдется и без цифровой приборной панели Получит ли модель другой двигатель, неизвестно Сейчас Arcano комплектуется 150-сильным мотором Стартовый заводской ценник 1 миллион 874 тысячи рублей ТРАССА 101 Несмотря на стремительный рост продаж электромобилей в России Их общая численность в нашей стране взывает только ухмылку Около 15 тысяч экземпляров Гибридных авто насчитывается порядка 90 тысяч Это данные ГИБДД За прошлый год российский автопарк увеличился на 2% До 64 миллионов транспортных средств Из них 15 небольшим миллионов легковушки Получается машина и владеет примерно каждый третий российский гражданин На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101 До свидания ТРАССА 101